Сегодня Всемирный день психического здоровья. В России он отмечается с 2002 года и направлен на профилактику и лечение психических расстройств, а также их последствий. Как бороться с этими и другими недугами узнавала Марьяна Кутукова. Якутский республиканский наркодиспансер. Здесь оказывают первую помощь людям, оказавшимся под сильным воздействием психотропных веществ и алкоголя. Именно тут человека возвращают не только к нормальному физическому состоянию, но и душевному. С первых дней с пациентами начинают работать психиатры-наркологи, беседуют на личные темы и обсуждают проблемы, а также проводят групповую арт-терапию. Например, этот метод с использованием магнитного аппарата в сочетании с успокаивающей музыкой нормализует работу головного мозга. В основе алкоголизма, конечно, лежит депрессия. Это депрессивное состояние, когда человек теряет какие-то связи, возникает состояние опустошенности, одиночества, чаще всего. Проблемы вот этих кредитов, ипотеки. А депрессия сама по себе, это, конечно, аутоагрессия. Это как будто агрессия направлена до самого себя. Человек начинает вот так, запускается механизм саморазрушения, и вот человек начинает петь. Николай был в наркодиспансерии частым гостем. Поняв, что нужно более серьезное и осознанное лечение, он обратился в реабилитационный наркологический центр в Кангаласах. Это решение изменило его взгляд на жизнь. И сегодня у него совсем другие цели на будущее. Психологу у меня вообще было негативное отношение. Ну, это опыт жизни у меня такой был. Ну, потом постепенно все поменялось. Вначале, конечно, тяжело было. Ничего понять не мог. Какие чувства, какие обиды. Вроде все же сильные были, так далее, пятая, десятая. Оказывается, много чего было неправильного. Сегодня Николай трудится в центре социальным работникам. И словом, и делом помогает другим пациентам изменить отношение к жизни. А оно здесь достигается с помощью специальной 12-шаговой программы. 12-шаговая программа – это духовная программа. Конечно, все, духовность, да, как-то не говорят, мы Бога не верим. Есть такие. Первое время адаптируется, не понимает, что же такое, что же мы от них хотим. Где так? Потом период этой адаптации проходит, начинает понимать. Как уверяют врачи, любая депрессия, стресс и психологическая травма могут довести человека до наркозависимости и алкоголизма. Даже в самых глубоких ее проявлениях главное – не оставаться с проблемой наедине. Мария Нокутукова, Илья Жараев, НВК «Саха», Якутск.